медитации и молитвы вот чтобы я бы еще бы хотела добавить уже чтобы не возвращаться к вопросу о золотом интеллекте это и есть сознание христа то есть что значит сознание христа это значит стать носителем вот этого высшего живого присутствия и это самое самое главное достижение человека в его вот такой вот земной жизни на таких планетах и как только вот это ваше изначальное подлинная с вами будет в единстве повсюду вы обретете вообще все необходимые навыки качества будете использовать их всегда самое величайшее благо никогда не воздействуя ни на кого это просто вот я приводила пример просто мне его показали данная на экране с экранировали спроецировали это вот как человек который уезжает жить за границу он выучил английский язык все он говорит на этом языке он думает на этом языке здесь тоже самое когда вы уже полностью обретая навыки путешествие переходя 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 по этой спирали и когда вы этого достигаете вы держите потом эту чистоту и потом вы просто становится все ваше сознание но всегда будет находиться в этой мерности и все оно начинает это великое сверх божество создать им всех создателей который начинает через тело да как через одежду через домик проецировать свой план и его план чтобы вот эта одежда да как тела наши они все что пришли к единству понимаете чтобы с одним единым сознанием вот она есть вот этот золотой интеллект мозг целого и тогда получается мы будем говорить так ну просто да для вас что вы будете тот кто приносит на землю процветание изобилия облагораживайте мир и опускайте сюда с высших миров все самые наивысшие блага понимаете полностью освободившись и естественно что когда ваша изначальная сущность ваше изначальное я это и есть бог это и есть бог это и есть бог это и есть бог выше изначально я вы в изначальной своей проекции то все низко вибрационные сущности которые здесь на земле называют темными полностью покидают ваше тело полностью и соответственно что это это все болезни это все страдания любая болезнь любой орган любименькие это присутствие низко вибрационной сущности которая просто поселилась там как в домике и она питается и нужно кушать и нужно чем-то питаться она питается этой энергии безусловно что по мере поднятия чистоты но это не той поднятие чистоты это работа сознание путешествие сознание постоянное перемещение и и тоже был вопрос на эту тему мы тоже до него дойдем и все и как только вы обретаете этот золотой интеллект все который еще раз повторюсь он доступен только напрямую от сверх сверх существа и сверх частот божеств до которых на земле там знают разными именами но мы говорим о том как она есть истина и все и тогда конечно же что вы достигаете для себя до всего вы просто уже это совсем другое качество жизни потому что вас не просто ведут повсюду а это постоянная любовь это четкое знание пути и причем не просто знание как люди привыкли это знать наперед там астрологию все прогадать просчитать наперед но это конечно все тоже и то то знание вот этого единства постоянно синхронности путей и когда тебе не нужно ничего планировать там ставить каких-то планингов чего-то записывать потому что за тебя уже все записали тебе уже подсказали что тебе нужно идти направо завернуть налево пойти сюда сюда и обязательно еще будет где-то сюрприз потому что ты по привычке думаешь а ну понятно сейчас вот это сюда нет обязательно будет какой-то сюрприз всегда так для того чтобы вы удивлялись потому что это любовь таким образом вы становитесь просто партнером партнером наравне со сверхсуществами божествами наравне мы знаем с вами друг друга уже миллионы лет мы договорились с вами здесь встретиться когда мы закончим давайте назовем это просто путь потому что это не тренинг понимаете это не курс это не тренинг это ваше прямое взаимодействие живой живое присутствие живыми силами вы через меня будете получать одно посвящение но на самом деле каждому из вас будет даваться в разных количествах постоянное посвящение это дар индивидуальная работа постоянно каждому по мере его чистоты и готовности его сознание его контракта души когда пришло мое время и меня мои кураторы мои наставники привели к мастеру который достаточно многое для меня раскрыл мне было близко все что он говорил и через него мне открылись и врата и дороги и двери и я получала просто сотнями посвящения напрямую и в общем то и прошла весь этот путь напрямую именно с божествами то есть не с людьми и когда я встретилась ни разу от меня мастер которому я доверилась ни разу не слышал от меня что я что-то умею ни разу не слышал от меня что я что-то могу что я где-то училась что я там знаю какие-то там способы исцеления еще чего-то каких-то способов что я вот такая вот я пришла я уже все знаю я уже все испробовала вообще мне скучно ни разу он об этом не узнал хотя я даже знала что у меня с этим мастером есть общий учителя ни разу я этого не сказала я пришла и слушала внимала каждое слово я знала что сегодня этот мастер со мной рядом а через месяц два может быть полгода я знала что будет по-другому сегодня у меня есть возможность внимать каждому слову и делать я ничего от этого не потеряю ничего я делала так как мне говорили раз я пришла раз меня привел мой кода и куратор меня привели мои наставники кому мне еще больше доверять я внимала каждому слову по сей день этот мастер не знает как и что понимаете поэтому это такой момент когда не привязываться и не ассоциировать себя что мы кто-то там есть мы есть все понимаете все абсолютно все и мы к этому движемся чтобы это было не просто слова так как это в интернете рассказывают в различных там каких-то писаниях да религиях и так далее а чтобы это было вашим понимаете вашим сознанием чтобы вы стали носителем этого сознания чтобы это не через силы у вас шло что так нужно нужно всех безусловно любить раз кто-то что-то сделал там там все готово все внутри там все разрывается или еще какие-то да моменты нет в этом сознании такого нет потому что здесь другие тела они уже выстроены абсолютно не так как выстроены человеческие тела в старой мерности чакры абсолютно не так работают вообще нету разделения на чакр и вот этих существ которые цветовые характеристики несут которые очень долго служили здесь этим мерностям они продолжают служить только в других мерностях а мы перешли туда да и а многим из вас предстоит где чакра одна единая золотое всесияющее солнце звезда всех звезд которая соединяет все воедино и приводит все воедино и таким образом как бы решать вам еще раз повторюсь но вот по своему опыту могу сказать что а почему бы не взять и действительно не отпустить и просто как наше выражение бог по водочке плывет да и не поплыть с полным доверием когда рядом с вами все хранители все сопровождающие вас и вот я не просто так это говорю рассказываю потому что мы же с вами пришли к вопросу молитвы в медитации потому что это тоже вопрос который которому очень ну очень привыкли люди в определенных мерностях вот они просто находятся в этой мерности и в этой мерности это все верно это все прекрасно это служит очень служит сознанию развитию замечательно и выступая и говоря о том что это не работает и не будет работать в новом времени а переключить частоту настолько быстро ускорено на этой планете что люди не успеют этого понять не будет этого работать отключена уже все земля от этих энергий но нет же как бы ну хорошо окей пусть будет так но что мы скажем как вы уже поняли что мы с вами путешествуем на сегодняшний день когда восстанавливают ваши тела да это капсула капсула не времени и пространства и далее это корабль меркаба который соединяется с единым меркаба источником где соединяются все меркаба то что и есть единство не то единство что на земле пытаются собрать там людей да в единство в какие-то там группы людей и так далее а единство это когда сознание что такое меркабах это и есть христос да сознание в одной единой в меркабах все соединяются в меркабах целого как кораблики соединяются в один единый корабль мозг целого да естественно что происходит синхронизация естественно что все это сознание ну представься когда один хозяин сознания создатель всего бог да вот он и тот все есть бог мы говорим о том да измерение которое есть вверх чистота единства где нет разделения где нет дуальности и вот тогда получается одно единое сознание множество тел конечно это будет мир любовь это гармония это будет то что мы испытываем в чате да любовь чистота любви вот что но только это будет в мире то есть вот это так как медитации мне очень понравилось как Рамрадейчка наша любимая отзыве очень пример хороший сказала что вот я много медитировала да и только вот в медитациях я чувствовала вот эту вот чистоту любви я чувствовала мне было хорошо я уходила да от этого мира да так скажем чтобы побывать там насладиться это здорово там уехала от коллективного сознания а сейчас в осознанности это постоянно это чистота в осознанной жизни и вот это то к чему идет то человечество и придут все к этому которые мы в дальнейшем назовем единой расы да когда это будет осознанно не где-то летать искать это чистоту любви где-то там это прошли уже этот этап уже пройден и приходит новый этап и нас всех ведут потому чтобы мы не застревали так вот путешествие медитация это разные вещи понимаете потому что медитацию как бы вы вот кстати это единственное что меня не затронуло молитвы я тоже одно время там молилась у меня были все молитвы были эти призывы различные намерения салтырь который я там мы задам наперед и как я его только не читала и много различных вот это это был такой у меня период в жизни мы об этом тоже сегодня поговорим а может быть не сегодня а в следующий раз потому что был такой вопрос почти там в самом конце а медитация это единственное что вот для меня вот проще всего прошло поэтому когда я осознала и мне показали на тонком плане я увидела что это такое что это не просто обнуляет человека но это и опасно тем что во время медитации то есть опять же те части души те ту энергию которую мы поднимаясь по сознанию собираем 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 чтобы выйти полностью из этой пирамиды чтобы полностью из нее выйти здесь же как раз во время медитации это постоянно теряется и опять эти части души которые как раз сейчас пришло время полностью все собрать и привести их все к единству работают как раз наоборот вот с медитациями мне повезло в том плане что ну у меня не получалось я пару раз пробовала я просто сажусь закрываю глаза и думаю и сколько так надо сидеть да зачем это нужно сидеть да то есть у меня было вообще такое непонимание зачем это нужно делать и действительно это так и оказалось что этого и не нужно делать это просто вот как не мое понимание а мои хранители меня просто от этого уводили поэтому медитация как осознанное какое-то действие необходимо только в том поле разделения в котором вы находились в старых формах сознания там да медитация она может еще в мире дуальности да когда еще вот подготовка сознания идет там конечно она помогает и кто из вас практиковал или практикует может вспомнить когда вообще из этого материального грубого мира жесткого да кто попадал в эти мерности где там любовь ангелы летают различные храмы и много различных сюрпризов и встреч и посланий и так далее то безусловно это действительно рост рост опыт рост да души и работа со знанием того что человек осознает что это есть вообще что помимо этого мира еще еще оказывается что-то существует и а вот золотой интеллект да уже туда куда вы вершите свой переход вот это уже связь с домом неразрывная связь сердцевиной золотой сердцевиной вас и на земле как я вам уже говорил этого нету это сознание находится не на земле на земле находится только лишь тела и поэтому медитация она будет безусловно только вас сбивать потому что когда вы понимаете да когда вы пытаетесь зацепиться идет вот это ваше понимание это безусловно только сбивает и может на каких-то этапах даже разорвать какие-то связи которые мы с вами выстраиваем как я вам говорила проходя путь назад домой возвращаясь из будущего идем вот так что мы работаем еще раз повторюсь с инструкциями с ключами а держите инструкции ключи они находятся в ваших клеточках в ваших клеточках которые вибрируют вот и и и и